Давай работай! Давай, давай, Даник, делай! Захват сверху, глава, захват. Стынга-дрябка, стынга-дрябка. 30 секунд осталось. Давай, Даник, тебе разговаривай. Выше возьми, тебе легче будет. Возьми выше лобка. Владимир, делай! Вот, молодец, супер! Даник, делай! Что ты ходишь все время справа влево? Там, где встал, там и стоит. Он тебе подошел, ты его кидал. Время! Отдыхаем! Что ты ему хочешь рассказать, Даник? Я спрашиваю, что он в горе купил. Если что? Воду. Еще раз. Вода! Он хочет воду? Я хочу. Ты хочешь? Да. А зачем? Пить. А, ты что, селегку кушал? Нет. Вон, первый вчера. Сушняк. А, сушняк. В санаторий строитель. Я сижу у врача и выписку делаю. Я работал не в санаториях, а в больнице строитель. Я работал в санаториях, пришел делать там выписки, кто у нас лечился. Я сижу, приходит один строитель. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, говорит. Так, говорит, горло болит. А после бодуна... После чего? Бодуна. Это значит, клюк был хорошо вчера, пришел, глаза открыть не может, несет от него. Доктор, я больной. Что такое с вами? Вы понимаете, горло болит, наверное, заболел. Доктор говорит, вы знаете что, когда селегку кушаете, не кушайте ее хвостом вперед, а хвостом назад, и не будет болеть. Не могу дать. Доктор, я вам прошу. А сам наклюкался. Два чувака пошли за пивом. На стройке, а так как прорак там внизу был, они прыгнули на гравий. Этот, мелкий. Два человека. Они вдвоем прыгнули, и поломали руку один и второй в одном месте. Они у меня лечились, эти два парня. И у них как бы, ну, зажило все, но они носили гид, чтоб побольше не работать. А что, идет этот, как его, больничный идет. Они пришли, значит, к доктору. Они говорят, что так ноет, так болит этот. Значит, все, он это откусил, выписал в больничный. Вышел доктора покурить. А это там солнце вертит. Ну, не солнце. Перевороты делает, там перекладил площадку. Ау, он больной. Ну, ладно, говорит, больше я ко мне не приходил. Да, кстати, восьмичасовой рабочий день, это завоевание социализма. То есть, до того, как не было СССР, все работали как можно намного больше. Восьмичасовой рабочий день. Отпуска тоже не было. А почему? А потому, что капиталисту не выгодно, когда ты работаешь и отдыхаешь. И работали не субботу, а по воскресеньям работали. Но трудящие все видели, что в СССР восьмичасовой рабочий день. День отдыха. Потом, как оно называется, отпуск. День бесплатный. Медицина бесплатная. Образование бесплатное. Им пришлось то же самое потихонечку водить из себя. Поэтому, когда вы будете думать, чтобы вы знали, те родители, которые работают частно, там тоже есть свои принципы. Но если сам он может работать сколько? Вот водители, да? У них же есть нормы. Если они перерабатывают больше и не устают. И вот авария в СССР. А у нас были аварии в СССР так много? Были? Нет, тоже были, но, наверное, не так много. Просто, если человек работает тогда уставший. Ну, чтобы вы знали, восьмичасовой рабочий день. Два дня отдыха. Это все профсоюз. Это все даже не профсоюзы. Это социализм. Хотели коммунизм? Ну, это, конечно, тяжело. Невозможно сделать. Хотели? Капиталист. Да. Некий бесплатная медицина. Школа учится бесплатно. Налоги большие. Что-то есть. Ну, там просто, если бы в России не воровали так сильно, жили бы все хорошо. 252 участка за одним чуваком. Вот сейчас там где-то под Москвой. Там был область. 252 участка. Ну, что с ними делают? Ну, набрал, блин, мои участки. Ну, зачем тебе столько было? Кто будет продавать? Ну, продавать, жизнь кончится уже. Какой смысл? Я понимаю, да. Скажи, пацаны, вот этот участок, этот, этот, стройки здесь, этот, а этот дайте мне. Да возьми. Тот же самый умер города. Если скажут, что вот тут чистят, это все делают. Скажут, ребята, я хочу вот этот участок. Подарите мне. Что ж мы не подарим им? Урок в дизеле, работа есть, да? Учителя нормально себя чувствуют. Вот сейчас там подняли зарплату. Подняли зарплату учителя. А у нас раньше как было? Мы идем в отпуск, приходим в сотруд, перед выходом в отпуск, нам давали 13-ю зарплату. В 12 дней давали 13-ю зарплату. То есть мы получали как бы больше, когда идешь в отпуск, больше у тебя там, и еще в конце, когда выходишь, тебе могли премию дать, еще что-то. То есть нормально. А сейчас эту 13-ю зарплату взяли и разделили на каждый месяц. Сказали, что зарплату подняли. А 13-ю зарплату переберут. Тоже они подняли. Так, все, встали. Встали. Встали, одели кимоно, заправились, боремся под дзюдом. О, Влад не может встать. Так. Значит, есть два варианта. Отделили кимоно пояса. Есть два варианта. Значит, первый вариант. Один борется с Владимиром и с Даником. Держит двумя руками. Держит двумя руками, при бросках остается в стойку. Бросил одного, уходит, уходит второй. Так, Бутук, ты готов? Тебя куда поставить? С нами. Хорошо, все. Ты идешь туда, вы тогда боретесь. А потом через 5 минут я поменяю Влад тебя. Хорошо? Влад, если с ними будешь бороться, двумя руками захват и в стойке остаешься. Это с ними. А его как можешь. Даешь захват, берешь ответный захват, но без падения делаешь. Стараешься остаться в стойке. Да, он может тебя потянуть и все что-то. Но ты его бросил. О, и только потом ты падаешь. То есть не раньше. Пожалуйста, Владимир. Красавчик ты наш. Выходи бороться. Заринчик, постарайся остаться в стойке. Готов? Да. И так. 20 минут. Отживай. Еще раз. Еще раз. Щедро в стойке остаться. И удушающий. Эх, Артем. Двумя руками. Двумя руками. Гурянчики. При бросках стараться двумя бежать. Или так. Ой, Владимир красавец. Души. 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 А-а-а. Захват бежал. Не отпускать надо бежать. Все равно. Покрепить. Все равно нужно. А-а-а. Ты просто низко захват бежал. Правильно. Владимир, пояс. 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 И согнуть. И согнуть. И согнуть его. Пояс. И согнуть. 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 Ложись на него. Сгибаешь. Оп. Хороший. Все. Руку отпустил. Он раз. Руку выставил. Я понимаю. Сорвалось. Если чуть-чуть руку. Все. Красавка. Просто в этом случае не падает. Если он руку выставил. Опа. И болевой. Вот тут. Несчет броска даже не могу сказать. Не смотрел. Не думал. Так. Даник. Сюда. Ко мне. Ко мне. Даник. Ну. Блин. Почему остановился. Руку к себе. Чуть руками. И все. Так. Ты сегодня красавчик. Выиграл. Вот он. Фрайера того. Молодец. Молодец. Не удержал. А то он такой крутой. Ему раз на хвост наступил. Смотри. Владимир. Ну. Переднем. Развернуться вперед надо было. Красавчик. Отлично. Честно. Это удержали. Так на обои. Смотри. На обои лезешь. На обои лезешь. А ручки? Да. Так. На обои лезешь. Стойку. Вариану. Молодец Владимир. Хорошо. Взял сверху пояс. И сразу лез. Зацеп боленью. Или заднюю подножку. И держись до него. Пока не упадет. Отдыхаете самостоятельно. Встали в стойку. Заправили пояс. Как раз и отдохнули. Давай. Что? Третья уже? В одну и ту же сторону. Ладно. Если бы ты там кинул и зафиксировал. Чезар, даже не видно твой бросок в голову, класс Влад, хорошо Владимир, доставай пояс, заставай, ножки пошире, стойку, Влад Владимир, ты достаешь и стоишь прямо, раз прямо легко кинуть. Ноги подальше на него ложи, прямо, вот смотри, достал пояс и переведи, вот иди сюда, твоя задача, достать пояс и перевести его на колени, положить его на колени, на животное колени, перевести в парк, хорошо, ноги в сторону просто и удушайся, Чезар Мате на свою половину. Красавчик, а что ты ему, стой, пастухом, что ты хлопкаешь, от тебя, давай сел, от тебя, спасибо, что упал, нет, другие. Покажи два пальца ему, еще раз, что ты ему делаешь, стой, мотент, какой прием ты ему должен взять, вот подумай, должен. Вот не то, что хочешь, то, что хочешь, да, а какой бы прием бы хотелось бы сделать, что отсюда ему можно взять, вот ты раз упал, два, два, три, ну так, сейчас ты опять упал с этого. Я пояс не взял, но это опасно уже, подумай, какой бросок ты ему сможешь сделать, переднюю, заднюю, нет, что-то одно, что-то одно, заднюю попытаюсь, заднюю попытаюсь, хорошо, а ты же два раза заднюю панул. Так, постарайся сделать, делай любые, но встали, встали, встали. Так, я работаю, а можно, а музыку, а музыку, музыку, музыку нет, потому что записываю, как только закончим бороться, сразу включим, хорошо, Владимир, просто мне потом Ютуб ругается, он говорит, что я украл музыку чужую, блин, Аджу? Даю ли сам? Все хорошо? Да. Владимир, что я попросил тебя? Вот это твоя задача, пять раз это сделать. Молодец, умница! А вот сейчас уже зря. Видишь, вот в стойке молодец, в партере дрянь. Не лезь. Ну, вот так угнется. Ну, если бы пошел на сзади, то... Нет, ты, если бы пошел. Не, я бы упал. Да. Руки согни. Тасухов, руки согни, а то улепишь. Я не боюсь, что ты упадешь, а потому что головой удалишься. Видишь? Руки сразу надо прижимать, иначе, пожалуйста, вот этот мат. Руки надо будет, наверное, надо. Еще, еще, еще. Влад, устал поменять? Нет. Ну, куси его за бочок, и все. Все, честно, стоечку. Хорошо, молодец. Не давай. Не давай, Владимир! Владимир, я тебя попросил, что сделать? Достать пояс и... И перевести на колени. А ты полез куда? Будешь доставать пояс и лезть на переднюю и заднюю, будь через грудь получать. Переведи его на живот, переведи, на колени. Хорошо? Вот смотри, ты достал, начинай, подсвечка изнутри, раз, ноги широко. Низ, вниз. Домай эту руку отсюда, раз, за шею сюда. И вот уже задушили. Ой, красавец! Е-е-е, еще раз. Ну, Влад, блин. Мотэ, 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 мотэ. Ты могу мне говорить. Ну до конца его души! Что ты махаешь рукой, блин? Отлично. Подставься, пастухов, и задушись. Болевой, лучше всё задушить, наверное. Подставься. Дай ему через плечо и задуши его. Дай на заднюю посади его. Но для этого надо ножки шире, чтобы он залез. И не стоять на ногах. Перевел, Владимир. Вот, души, души, души. А? Он же делал в ту сторону. Не знаю, делай в другую сторону. Делай болевой. Дай его колено, да? Стоп, Влад. В чем ошибка была? Ты держишь захват? Да. Да, я говорил, я извиняюсь, что во время борьбы разговаривал. Артём, ну сколько, пожалуйста. В захвате нельзя расставляться. Он держит, ты держишь, а я болтаю тебе. Нельзя расставлять. Хорошо? Хорошо? Да. Без захвата отошел, он может расслабиться. Хорошо, он в реальную стойку. А дальше что? Удержание показать. Только в Вазаре, может ничего не дадут, может в Вазаре дадут. Почему я в Вазаре? Он упал на живот больше. Или я вот так? Вот, держал. Я сам описал. Я бросал. Не так, а ты отпустил его? Я бросал. Он подал на бок, и потом ушел на живот. Значит, 70% что-то тебе дадут Вазаре, а 30% что не заметил. А ты вместо того, чтобы бросить и удержать, взял и отпустил его. Все обещали. Так. Владимир, стоп, мальчики, одну секунду. Матэ, Матэ, Матэ. Все? Матэ, Матэ, все, все. Уберите, пожалуйста, пояс. Что-то я боюсь. Угуряну. Борешь с одной рукой, только правой держишь. Только правой рукой держишь. А левая рука держит за пояс. Как держит? Придерживает, если вдруг падение, убираешь. Борешь с одной рукой. Эта рука можешь и сюда впустить, и сюда впустить. Но не берешь за курс. Отлично. Ипон. Можешь удержание делать. Матэ, то удержание. Ты же летел, как птица. Ну, только как спать. Что ты скажешь? Да. Ну, вот ты мне не веришь. Вот Влад видел. Может, даже не верю. Хорошо. Молодец. Никому не верю. Все, пошли дальше. Одной рукой. Или правой, или левой, одна рука у тебя просто... Вот. Да. Правой. Вот. Через плечо ему. А что ты расслабился? Что он тебя отпустил, да? Не расслабляйся. Посмотри на его глаза. У него же хитрые глаза. Посмотрел в глаза и посмотри. Он будет бороться, а не будет сразу. Не считается? А? Нет, не считается. Не считается, Чезар. А почему? Вставай, вставай, вставай. Вставай. Не считается, потому что разговаривает. Считается. Конечно считается. Так не считается. Лишь и считается. Считается тогда, когда ты ему сделаешь удержание и болевой. Удержание и удушение. Тогда считается. А так мало, мало. Да, упрись вот так вот бедро чуть-чуть рукой. Не бери захват, просто бедро упрись. Владимир опять схватит за туловище. А удушает. А вот сам бедриль. Ага, влево не боись. Не боись, не бери. Иди сюда Владимир. Смотри. Что за ромата? Стоечка. Смотри. Гуля не устал. Молодец. Ты не устал падать или в руки посадка? Нет. Вот из-за этой руки не падает. Вот ты должен вот так. Вот обними, обними. Оп, да, видишь, ты обними, да? А если я вот так вижу, попробуй обними. Я не даю, поэтому он через руки посадок будет. Растет, смотри, он реально тяжело дышит. Батук сегодня красавчик, такие приемчики. Выше руку теперь. Ой, красавец. Ты не ломай, ты покажи ему. Как показалось, можно добавить. Вот это все показано считается. Стоп, стоп, стоп. Вам, вам, надо поскупал, смотри. Иди сюда, смотри. Красавец, смотри. Послушай, есть же разные виды борьбы. Есть борьба, тогда ты его активностью. То есть за то, что выход, за то, что ногу взял. Есть. Вторая борьба. Есть нападение. Ты нападаешь. Для этого надо быть и выношкой, и участней. Есть борьба в контратаке. Придумай. Какие-то броски. Красавец. Какие-то броски. Выводи его. Например, вот отсюда. Делаешь хорошо болевые. Берешь под ноги в шее. Раз, чуть-чуть потяну. Раз, захватит. Раз, чуть-чуть потяну. Раз, чуть-чуть потяну. Раз, чуть-чуть потяну. Раз, зацеп. Тебе раз, зацеп. О, попал. Болевой. И выиграл. То же самое. Оставил одну руку. Оставил одну руку. Раз. Раз. Как бы. Чтобы он через пину в столе. А сам уже готовит ушачий. Он делает зацеп болевые ноги. У него был правый. Раз. А вот через пину. То есть. Вот такими. То есть. Вот так. Обхитрий керманул. Не просто ждать, что он будет делать. Да. А вывести на него. Если ноги поставят шархот чуть-чуть пину назад. Естественно, надо зацеп болевые ноги делать. Или по дзюдо там. По самбо там. За ноги. Ленит. За ножку туда бросил. То есть. Вытаскиваешь. Или ногу ему выставил. Поставил сюда. Естественно, он будет подсекать. Раз. Перепотек. Например. Раз. Зацеп. То есть. То есть. Что легче. Все. Он физически сильнее. Он тебя старается сейчас. И физически, и технически. И хорошо подготовленным. Старается. За счет. Атакующие действия. А ты используете атакующие действия. А ты используете атакующие действия. Стоп. Аккуратно. Видишь, как хорошо? Владимир, опять ручка пошла снизу. Вернее, своя сверху. И вроде бы ты его бросил, а он видишь как... Души. 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 Ну если он берет, бери тот же, и бедро ему. Души. Души. Взял же задворот. Дай ему руку. Аааа. Мате. Мате. Мате всем. Мате. Мате. Поклонились. Поши вокруг ковра. Еще не все. Еще подтягиваю. Я уже специально купил экран пастухов. Вот здесь поставлю и буду показывать тебе твою складку. Сейчас еще нутро куплю. Так пацаны, значит пастухов Чеза и Влад Бутуза 50 раз. Берете вот ту эту. Ааа. И вот здесь вот, вот здесь на середине. Тот, кто делает головой ко мне делает. С той стороны Бутух, Владислав, Дарин и Владимир. Вот здесь. Музыку можно? Музыку сейчас подождите одну секундочку. Можно лучше 25 секундочку? Тогда другим? Нет. Нет. Это ты сам сделаешь. Сейчас, сейчас под...